Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, как улучшить и усилить рост корневой системы. Особенно это важно для тех растений, которые мы высаживаем рассадой. Ведь при пикировке, при пересаживании, даже на постоянное место, у нас зачастую случается повреждение корневой системы. От объема корневой системы зависит и дальнейший успех роста развития растений. Здесь можно провести аналогию. Зачем мы закаливаем ребеночка? Почему мы обливаем ему ручки-ножки холодной водой? Почему так важно периодически выставлять ручки-ножки ребенка на холод? Да потому что под воздействием холода сосуды кровеносные, а также нервные волокна, нервные окончания будут прорастать к самые кончики пальцев. Для чего? Для того, чтобы согреть пальчики, такие маленькие, такие тоненькие пальчики ребенка, защитить его от холода. Если же мы будем ручки все время кутать, то сосуды туда не прорастут, и всю оставшуюся жизнь человек будет мучиться от того, что у него холодные руки и холодные ноги. Что-то подобное нам нужно сделать с корневой системой растений. Если в юном возрасте мы обеспечим хорошее развитие, мощное развитие корневой системы, в этом случае и впоследствии объем корневой системы обеспечит нам получение больших богатых урожаев. Ведь нам важны не только мощные вершки, но и мощные корешки. Особенно это важно для растений теплолюбивых, у которых корни не проникают слишком глубоко в почву, и при посадке, после посадки объем корневой системы может увеличиваться очень слабо. Это достаточно характерно для растений томата, перца, баклажана, в некоторой степени также и для огурца. Для преимущественно теплолюбивых растений, которые формируют основную массу своей корневой системы на поверхности. Ведь чем глубже в землю, тем там холоднее. А они холода не любят. Это не горох, у которого на 2,5 метра корневая система уйдет вглубь. За что мы такие растения и любим, как сидораты. Они из глубины нам достают питательные вещества и вытягивают как насосом все наверх. А у этих растений надо создать мощную корневую систему, чтобы в отсутствии вот такого мощного роста в глубину, она могла сформировать сильную мочку, мощную мочку, мощный объем сасывающих корней для обеспечения и водой, и питательными веществами для формирования урожая. Какие же факторы влияют на развитие корневой системы? Первый фактор – это хорошая аэрация. В горшочке, в которой мы высаживаем наши растения, должен осуществляться хороший воздухообмен. Ведь корни дышат, должно быть отведение углекислого газа и поступление кислорода. Хотя корням кислород нужен не в той степени, как надземные части, а однако же они тоже дышат достаточно интенсивно. Второе, что необходимо, и это связано с первым, необходимо своевременное отведение лишней влаги. Если у нас внизу дырочки будут забиты и влага будет застаиваться, то в этой зоне корни расти не будут, им там не хватает воздуха. Поэтому рыхлый грунт, пышный грунт с хорошим дренажом и водоотведением является одним из главных факторов роста корневой системы. Корневая система растет в противоположном освещению направлении. Это очень важно, потому что действительно освещение очень связано с корневой системой. Казалось бы, освещение действует на листья, а корни находятся в темноте, какое им дело до света. Однако же надземная часть регулирует рост корней с помощью гормонов. Под действием света синтезируются гормоны, которые поступают в корневую систему и заставляют расти эту корневую систему очень интенсивно. Если растениям не хватает света, то и корневая система будет слабая, она не будет уходить вглубь, да и в ширину не будет развиваться. Поэтому очень важно обеспечить хорошее освещение в процессе выращивания рассады. Это довольно прописные истины. Следующая прописная истина – это нижний полив. Корни тянутся в сторону источника влаги. Поэтому, если вы все время поливаете сверху, и у вас сверху грунт влажный, а снизу сухой, в этом случае вы всегда будете получать слабую корневую систему, которая будет развиваться только вот здесь, вот на поверхности горшочка. Это плохо, потому что корни будут при непостоянном поливе страдать от переизбытка влаги, то от недостатка влаги, да, если вы нерегулярно поливаете свои растения. Если же вы обеспечиваете нижний полив, то есть берете лоточек, ставите туда и поливаете в лоточек, а не сверху, в этом случае корни будут тянуться все максимально вниз. И не надо думать, что как только корни здесь показались, корневая система уже выросла. Она ведь ветвится, и каждое новое ответвление, каждый новый корешочек тоненький будет, будет, будет проникать все ниже, ниже и ниже. Таким образом, увеличивая свою длину и давая возможность растению нарастить дополнительные боковые корни. Исследованиями установлено и довольно четко, что корневая система любит развиваться, ну любит условно, развивается хорошо, в условиях, когда встречается с препятствиями. Тогда корешочки начинают огибать, огибать, огибать эти препятствия, и если мы вынемем растение, отряхнем то, которое росло с препятствиями, то окажется, что общая длина корневой системы гораздо больше, чем у растения, которое росло без препятствий, и у которого корни беспрепятственно росли только вниз. С этой проблемой сталкиваются многие огородники, когда используют грунт на основе хорошо разложившегося низинного торфа, который не содержит ни волокон, ни песка, ни камушков, ни плотных каких-то компонентов, ничего такого. В этом случае корни, конечно же, через него, он пышный, как пудра, как пыль, он очень хорошо принимает растения, в нем растения развиваются, однако же корневая система остается слабой. Корневую систему надо тренировать, корневую систему надо закаливать, только не холодом, как деток, а препятствиями. Поэтому, если вы используете вот такие вот грунты, пышные, покупные из торфа, в этом случае вам абсолютно необходимо прибавить сюда какие-то и разрыхляющие компоненты, хотя на самом деле этот торф и так излишне рыхлый. Вот пух, буквально пудра, пудра настоящая. Вот. И добавить сюда какие-то препятствия. В качестве подобного рода препятствий вы можете использовать привычные нам перлит. Это такой как бы искусственный песок, можно сказать. Он очень хорошо для того, чтобы горшочки покрывать, чтобы от мушек избавляться, чтобы от подур таких ногах хвосток беленьких прыгающих избавляться. Он очень хорош для дренажа, чтобы насыпать его вниз. Весьма родственным, хотя не совсем родственным, но очень похожим по свойствам материалом является вермикулит. Он тоже, как и перлит, очень хорошо впитывает в себя влагу, удерживает влагу, а также, поскольку является минеральным, неразлагаемым в почве компонентом, он создает эти самые препятствия. Ну, есть еще такие вот варианты, как агровермикулит вспученный. Он тоже является неплохим удержателем влаги в первую очередь, но и в некоторой степени препятствием. Однако же, в процессе хранения, использования и перлит, и вермикулит, может излишне измельчаться. Таким образом, они хоть и сохраняют свою функцию влага, удержания, то есть не дают вот этому торфу пересыхать слишком сильно, слишком активно. Однако же, перестают создавать такие линейные препятствия, чтобы корешок должен обогнуть как-то, и вуан слишком меленький, начинают частички быть сравнимы с частичками почвы. И эффекта должного мы не добиваемся. Для того, чтобы решить эту проблему, можно использовать мелкие камушки, какие-то гранулки, да, крупный песок можно обязательно подмешивать. Песок всегда рекомендуют подмешивать в эти смеси, и это очень правильно. Песок должен подмешиваться в такой торф в количестве около 10% от общего количества торфа по весу. А вот эти все вермикулиты, перлиты подмешиваются в соответствии с инструкцией. Почему? Потому что они бывают разной марки, соответственно, там всегда есть на обратной стороне инструкция, где написано, сколько необходимо его подмешать. Что касается того, что я вам порекомендую, то это два варианта. Первый – это наполнитель для кошачьих туалетов силикогелевый. Более того, я вам скажу, если вы не боитесь изначального запаха, то вы можете использовать даже использованный, ну где-то в закрытой таре немножечко сохранять, хотя, конечно, запах зверский, ничего не скажу. Но, с другой стороны, есть любители выбраживать мочу, даже человеческую свою собственную, для последующего использования его в огороде. Поэтому это дело как бы вкуса и ваших возможностей. Но я использую свежий. Чем он мне нравится? Он, во-первых, обладает очень большой поверхностью впитывающей. Этим мне он очень нравится. Он удерживает тоже влагу. Хотя он не является таким гидрогелем, потому что он не раскисает в почве. Он остается вот в виде вот таких вот гранулок. Могу вам даже его поближе показать. Вот такие вот гранулки там. Они могут быть круглые, они могут быть более такими угловатыми. Но в любом случае, если вам позволяют финансы или там обстоятельства, пожалуйста, подмешивайте, используйте этот компонент. Чем он еще хорош? Он еще хорош тем, что он является замечательным источником кремния для растений, потому что это такая гелевая форма. Хоть оно и твердое, но все-таки гель. Форма кремния, поэтому растения усваивают из него кремний. Растениям его немного надо, но в этом торфе этого кремния вообще нет. Поэтому часто рассада хилая, слабая валится, падает, излишне ломкая из-за того, что кремния здесь не хватает. У нас на процветке есть ролик отдельный про кремний. Можете посмотреть про всю важность кремния. В каком количестве необходимо внести вот этот вот силикогелевый наполнитель в почву? Его надо внести в количестве примерно 5% от общего объема почвы. Ну, то есть 1 кг на 20 кг вот такого вот грунта. Вот у меня здесь как раз 20-килограммовый пакет такой вот был огромный. Вот, и как раз килограмм нужен. Ну, килограмм это меньше, чем половина этого пакета. Здесь 4 литра, примерно 3 кг. То есть мне на огромное количество хватит. И он поэтому используется достаточно экономично. А уже создаст и источник кремния, и препятствия для роста корней, для того, чтобы они там кучерявились внутри и были большими и красивыми. Второй наполнитель для кошек, с которым я хочу вас познакомить, это наполнитель на основе циолита. Циолит это тоже природный минерал. Он представляет из себя вот такие вот камушки. Я вам сейчас покажу. Он может быть измельчен помельче, он может быть измельчен покрупнее. Вот такие вот камушки он из себя представляет. Они, между прочим, достаточно легко ломаются. То есть они не являются... Это не то, что им гранит, да, или мрамор какой-то. Это циолит. Вот типичный циолит. Чем циолит хорош? Хорош он тем, что он, а, также является источником кремния для растений, б, он также очень хорошо удерживает влагу, ну и В, он также является хорошим препятствием для корней, для того, чтобы они увеличивали свой линейный размер и кучерявились. Кроме того, и силикогелевый наполнитель, и циолитовый наполнитель способны удерживать внутри себя избыток минеральных, растворенных минеральных удобрений таким образом, что они будут забирать излишки и отдавать это минеральное удобрение по мере того, как растение будет потреблять его из почвы. Таким образом, у растений не будет стрессов, связанных с периодическим увеличением концентрации минеральных солей. Вот эти оба наполнителя будут хорошо это дело балансировать и смягчать. Его также нужно класть в количестве порядка 5% по массе от количества грунта. Ну, то есть примерно 1 кг на 20 кг грунта. Это очень экономично. Затем грунт равномерно перемешивается, увлажняется и наполняются стаканчики для дальнейшего пересаживания, посадки, рассады. Что ж, надеюсь, что этот выпуск поможет вам создать хорошие питательные, функциональные смеси. Ну и не забывайте, что любые пористые частички в почве, минеральные частички, являются домом для многих полезных микроорганизмов. Об этом на канале смотрите наше видео. Чтобы не пропустить видео или всё время иметь доступ к этим видео, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Я желаю вам процветания, вам, вашему дому, вашей семье. Будьте счастливы, будьте с урожаем, будьте с здоровыми и красивыми растениями, которые будут только вас радовать. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!